Ну и кроме того, значит, сделки с Россией сейчас появились. Мы уж не будем обсуждать по нынешним временам, но я думаю, большая часть слушателей понимает. Только, наверное, вопрос задам по поводу России. Ведь недавно встреча прошла Путина и Ким Чен Ина. Была ли эта встреча продуктивна? РФ может многое дать КНДР, а что КНДР может дать нам? Ну, идут же боевые действия в определенной стране Восточной Европы. Есть такое? Да, есть такое. А Северная Корея, как и Южная, кстати, очень долго готовилась к артиллерийской войне. И сколько они снарядов наделали, не сказать, не пером описать, не посчитать, но много. Так что... Ариш, вы слышали о войне, в которой генералы жалуются, что у них слишком много снарядов? Едва ли. Как раз на недостаток всегда жалуются. Правильно. И так что лишних снарядов не бывает. И когда вдруг откуда-то их привозят, наверное, это хорошо. Ну, это гипотетически. Вдруг откуда-то привезли снаряды. А когда откуда-то снаряды... Ну, так, я говорю, допустим, о войне в Ванчурии. Вот в Ванчурию привезли снаряды. Вот, то, наверное, эти снаряды привезли не бесплатно. Наверное, это страна, из которой снаряды получили, приехали, что-то получила. Ну, так вот, теоретически. Скорее всего. Скорее всего. Да. Будет очень стыдно, наверное, обнаружить среди снарядов наши какие-нибудь старые снаряды, которые там еще остались с давних времен. Ну, я думаю, что их уже... Ну, может быть, но я думаю, там будет маловато. Они свое. Тут это как раз, собственно, ставка делалась пока с ядерным оружием. Пока оно было на стадии, скажем, сначала мечтаний, потом экспериментальных разработок, потом первых образцов ЯВУ, ядерных зарусных устройств, которые, в общем, никуда не поставишь, они большие. И на грузовике не увезешь и так далее. На этом этапе ставка делалась на возможность вести активный, ну, более чем активный артиллерийский обстрел Сеула. Сеул уже находится практически на границе. Да. В интервью с Юрием Дудем вы показывали очень красиво. Да, да, я это говорю без перерыва. Не только я. Почитайте кого угодно. Об этом практически, так сказать, только ленивый, говоря о корейских делах, не сказал. Так что, соответственно, у них снарядов этих заготовлено огромное количество. Вдобавок, проблемы с логистикой в случае чего, проблемы с сохранением, ну, незавоеванием, в общем-то. Понятно, что с заготовственным воздухом в случае конфликта будет плохо. Может, сейчас чуть и поменьше. Это была ставка, ну, расчет такой. Соответственно, этих снарядов нужно было очень много. Нужно было заранее подвести к позициям и там надежно спрятать, чтобы они, так сказать, не были поражены противником. Хорошо, понятно. Так что, все это делалось. Кстати сказать, южнокорейцы это тоже абсолютно делали. Поэтому сейчас идут разговоры о возможных поставках южнокорейских снарядов в тот же регион, но в другой стороне. И обе стороны, российская и южнокорейская, красятся друг другу, в чем у обоих есть довольно серьезные дубинки, чтобы, так сказать, что будет плохо, если будут совершены вот такие-то действия. На это вот мы так ответим. А вот если бы другая сторона тоже, так сказать, имеет свои аргументы весомые. Так что поэтому я, честно говоря, думаю, что ничего не произойдет. Знаете, в международных отношениях, когда две страны имеют весомые аргументы, это равно примерно весомые. Это замечательно помогает дружбе, сотрудничеству и обмену.